Открывайте здесь. Зрачок, если расширен, то состояние клинической смерти наступило. По-любому. Пять минут длится клиническая смерть. Если за это время ничего не предпринять, человека можно потерять. Студенты учатся, как правильно делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Вместе с врачом-реаниматологом работают над ошибками. Да, не всегда, к сожалению, помощь бывает эффективной. И сердечная врачная анимация, особенно первичная, она не всегда может оказать тот эффект, который мы ожидаем. Но это случай, когда нужно делать. 35 минут, не больше. Тот отрезок времени, за который еще можно спасти человека. Обучение основам первичной реанимации проходит интенсивно. Уже через несколько минут чувствуется утомление, признается Михаил Мухлынин. Он учится на радиотехнике, но в своей активной туристической жизни ему не раз приходилось быть спасателем. Приходилось спасать утопающего во время Жигулевской кругосветки. Приходилось вытаскивать человека из завала. Такие моменты не особо думаешь о себе, а страшно именно за то, что что с ним будет. И это одна из главных проблем, говорят специалисты. Хорошо подкованные в теории, в чрезвычайных ситуациях люди часто боятся что-то делать. Опасаются даже уголовной ответственности. Иногда пострадавший в сознании, но ему тоже нужна доврачебная помощь, психологическая. При чрезвычайной ситуации у человека может произойти истерика, плач, ступор. И невозможно человека остановить, успокоить. Люди просто не готовы, не знают, что делать. И вот мы обучаем методам, правилам, как себя вести с таким человеком. В региональном этапе участвуют студенческие команды четырех самарских вузов. Пока лучшие результаты показывает Самарский университет. Впереди соревнования в Нижнем Новгороде и Москве. Олеся Карецкая, Дмитрий Мешканцов. События.